Приветствую вас. Давайте расперем ваш вопрос. Что означает ценить себя? Это лишь идет о самооценке, я так понимаю. Как научиться ценить тогда? Или это с детства приходит? Нет, ну, с детства, конечно, там совсем не обязательно приходит. Мы можем видеть довольно много доказательств и подтверждений тому, что не все приходит с детства далеко. И мы можем видеть доказательства того, что из детства приходит как раз совсем другое. Да. Вот. Ну, потому что у человека может быть разный опыт. Вот. Потому что у родителей может быть разный опыт. Вот. И, как бы, этот опыт, он, вот, определяет, ну, определяет, к сожалению, очень часто какое-то вот поведение ребенка, вот, его отношение там к себе и так далее. Вот. Поэтому нет. Сказать, что кто-то приходит с детства, нельзя, не обязательно. Что касается того, собственно, как это делать, да, вот, и про самооценку ли идет здесь речь, то есть я бы, опять же, наверное, не сказал бы обнаженно, что это идет прямо самооценку, потому что, ну, вот, как мы видим, что такое самооценка, да, это то, как я сам себя оцениваю, по сути. Вот. А это невозможно. То есть, ну, не может человек сам себя, ну, оценить. И правда заключается в том, что и другие люди точно так же не могут оценить, ну, кого-то. Вот. Вот. Потому, а самооценка, да, это история такая довольно относительно, относительно. Я думаю, что ценить себя можно, если вы внимательны к тому, что вы делаете. Вот. А если вы внимательны к тому, чего вы хотите. Вот. А если вы внимательны к своим ощущениям, вот, и к своим реакциям, ну, вот, то есть, если вы, например, следите за тем, чтобы, ну, допустим, допустим, делать то, что вам нравится по возможности, да. А если вы делаете вот то, что вам не нравится, то, ну, необходимо, необходимо, ну, как-то понимать. Для чего вы это делаете, ну, для чего вы это делаете. Вот. И, в принципе, в принципе, все. После этого, как вот мне видится, человек, в общем-то, сразу, сразу начинает себя куда лучше чувствовать, куда лучше начинает себя ощущать, вот, с человеком начинает, ну, увеличивается настроение у человека, да. Вот. И в целом я бы сказал, что общая какая-то уверенность в себе появляется, потому что уверенность в себе, да, это не то, как вот, ну, меня оценивают, на самом деле, потому что сегодня вас оценивают хорошо, да, завтра вас оценивают плохо, сегодня вас оценивают нормально, одобряют вас, завтра уже нет. Вот. И, как бы, ну, что вам делать в такой ситуации вообще. Вот. То есть, в такой ситуации, что делать вообще, вообще, ну, непонятно. Вот. Поэтому уверенность в себе, да, вот это вот ощущение уверенности, это тоже не что-то такое стабильное, да, и постоянно это что-то, что приходит, уходит, и для этого необходимо, как раз, вот, именно внимательность, именно внимательность к себе. Вот. Вот. Будет внимательность, будет все остальное. То есть, это просто развите внимательность. Проблема заключается в том, что это влечет за собой негативные такие последствия, довольно, ну, довольно часто. Это влечет за собой негативные последствия, негативные такие, какие-то аспекты, к сожалению. Вот. Приходится, там, ну, людям каким-то, вот, отказывать в чем-то, да, что-то не принимать и так далее. И это все, конечно, вот, как раз. Мне хочется делать проще потерпеть, да, проще сказать, что тут нет, меня это, меня это не волнует, вот это все. Вот. И все, вот. Вот тут вот как раз и появляется то, о чем мы говорим. По сути. Вот. Поэтому развитие внимательности к себе – это ответственность, это столкновение с ответственностью за свои действия, за модель своего, ну, за модель своего поведения. Вот. И это не всегда приятно. Вот. Совсем не всегда приятно. Поэтому это требует определенной работы и поддержки. Вот. Ну и проживание, скажем так, разнообразных чувств, которые на этом пути человек встречает, встречает неизбежно. Вот. Вот. Поэтому рекомендую, как раз, психотерапию, психотерапию, потому что, для, ну, для человека одного самого по себе слишком большой соблазн вернуться в привычную, какую-то стыдю, вот, комфортную, комфортную для него. Вот. И, соответственно, от всего, как бы отказаться. Вот. То есть человек может сделать такой, если хотите, шаг, 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 шаг назад. Вот. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин